Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Второе на посту губернатора – общение Виктора Томенко с Владимиром Путиным. Какие темы поднимались и что читать между строк? Выбрала вот эти деревья для того, чтобы срезать кору. В Мюзюлинской роще хулиганы портят лиственницы. Зачем и вредно ли это для дерева? Краевой следком возбудил уголовное дело против мужчины, который сбил Барнаульца за замечание. Тот посреди улицы кричал на своего сына. Нарушителю порядка теперь грозит ответственность по статьям за побои и жестокое обращение с ребенком. Напомним, история произошла 12 ноября у одного из торговых центров Барнаула. Мужчина тащил мальчика, не обращая внимания на плач ребенка. Едущий мимо велосипедист решил вмешаться, в результате чего мужчина набросился на неравнодушного с кулаками. У пострадавшего гематомы также известно, что он инвалид и носит на ноге протез. История получила большой резонанс. Инцидентом заинтересовались федеральные СМИ. Ритуал смотрины. Так политологи назвали выступление Виктора Томенко перед президентом страны Владимир Путин. Накануне провел рабочую встречу с губернатором региона в формате видеоконференции. Как политологи трактуют это выступление и почему по результатам таких встреч складывается политическое будущее губернаторов, рассказали наши эксперты. Я бы не стал оценивать это как такой полный объективный срез ситуации в Алтайском крае. Потому что комментаторы к новости говорят, что это вообще про наш регион или нет. На самом деле политологи используют термин смотрины. Остался год, по сути, губернаторских полномочий. И президент хочет убедиться, что губернатор адекватно проводит политику и что не стоит искать замены. Лично я делаю вывод, что Виктор Петрович Томенко готовится к переизбранию на второй срок. Те главы районов, которые встречаются и докладывают президенту, где он высоко оценивает их работу, идут спокойненько и перезбираются на второй срок. И, соответственно, те, которые не попадают в такой формат общения, как правило, мы видим то, что их как раз убирают во время губернаторопада. Можно говорить о том, что Владимир Владимирович хорошо оценил работу Томенко на посту. И то, что называется, благословил его на второй срок. Владимир Путин ознакомился с аналитикой и дал свою оценку ситуации в Алтайском крае. По словам президента, все стабильно, спокойно развивается. Основные показатели промышленно и сельхозпроизводства Путину кажутся надежными. Но президент отметил, несмотря на то, что в регионе есть хорошие инвестпроекты, в то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал. Томенко поспешил заверить, что это не совсем так. В период, когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост. Поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а последовательный на небольшой процент рост в номинальном выражении объема инвестиций просматривался. И в этом году рост этот продолжится. Мы ожидаем в районе 4-5% рост объема инвестиций в целом по 2022 году. Томенко в этом плане держался очень уверенно. Мало того, он не боялся спорить с главой государства, доказывая свою правоту и правоту того курса, который он держит. Тема инвестиций, она не случайно выплывала, потому что ситуация сложная в стране, международная обстановка сложная, огромные расходы идут на спецоперацию и нужно искать, видимо, резервы для того, чтобы пополнять бюджет. А такие регионы, как Алтайский край, они в не очень выигрышном положении объективны. Также политологи отмечают, когда Виктор Томенко говорил об основных проблемах в регионе, в частности о нехватке врачей и учителей в селах, он таким образом как бы обозначал проблемы, которые пойдут в губернаторскую программу на следующий срок. Я бы еще отметил, что вот, пожалуй, самое тревожное, что надо было, наверное, отметить, это то, что сейчас повышается инфляция, цены растут, по нашим жителям больше всего это ударит, в первую очередь, потому что у них и без того маленькие зарплаты, и они теперь самое необходимое только смогут покупать в ближайшем будущем. Вот это очень серьезная проблема, она может породить другие проблемы, но реально все будет решаться, видимо, по выборам весной. Весной, а сейчас это такая предварительная смотри на такие произошли. И в конце общения Виктор Томенко услышал фразу, о которой, наверное, мечтает каждый губернатор, который тоже сдает своеобразный экзамен перед выборами. В целом хочу вас поблагодарить, по-моему, работа идет, и неплохо. Жители Алтайского края стали чаще инвестировать в турецкую недвижимость. По словам риэлторов, повышенный интерес к квартирам в Турции они наблюдают на протяжении пяти лета, особенно с февраля этого года. В Барнауле сегодня прошла встреча алтайских риэлторов и представителей турецких застройщиков. Сама эта встреча уже говорит о том, что среди жителей региона много желающих либо переехать в теплую страну, либо сдавать жильем, как вариант уезжать на земловку в Турцию. Чаще всего наши земляки выбирают Аланию, Анталию и Стамбул. Помимо вечного тепла и свежих фруктов, людей привлекает стоимость недвижимости, даже в сравнении с Барнаулом. Если мы говорим с вами про этап строительства, то на сегодняшний день можно от 200 тысяч долларов взять 2 плюс 1. Это две изолированные комнаты и кухня-гостиная. В историческом центре там готовые объекты уже сдаются в районе площади Токсим от 555 тысяч долларов. Готовый объект. Сдача таких объектов в аренду от 3 тысяч долларов в месяц. Цены примерно похожи на барнаульские цены. Еще и в эту стоимость входит полностью ремонт под ключи, встроенная кухня, полностью квартира с отделкой. А при этом вам не нужно платить сразу все 100%. Достаточно внести 30%, купить жилье на стадии котлована, и через полтора года вы заезжаете в свою собственную квартиру с ремонтом. Подробнее о том, почему туристы выбирают именно жилье в Турции, а не в других теплых странах, расскажем в нашем итоговом выпуске в субботу. Дорога есть, но где ходить людям? Задаются вопросом жители одного из районов барнаульского поселка Новосиликатный. Они переживают, что дети идут в школу по асфальту, где в это время едут автомобили. Подробности в следующем материале. Вот такой у нас здесь проход, проезд к школе 118. Пешеходы Новосиликатного возмущены. Для них здесь дороги нет. Да, полотно лежит. Но при такой узкой полосе людям приходится сходить с нее прямо в грязь. Здесь пройти невозможно лужи. Здесь у нас с машинами все заставлено. Особенно местные жители переживают за детей. По этой дороге они идут в школу. А некоторых младшеклассников иногда и не видно из-за капота. В этом месте благоустройство, ну, наверное, с момента, как положили здесь асфальт. То есть это было очень-очень давно. Вот эти вот лужи, вот этот кусок тротуара, который перед центром находится. То есть здесь давным-давно уже не было никакого благоустройства конкретного ни внутри дворового, ни вот этот проезд. Справедливости ради дорожное полотно отремонтировали в прошлом году. Но вот пешеходов, уточняют люди, совсем не учли. Оксана говорит, несмотря на ограничение скорости в 20 км в час, водители на этом участке ездят быстрее, забывая, что здесь ходят дети. В мэрии нам уточнили. Пешеходный переход в этом районе есть, чуть выше по улице. В этом году там появились искусственные неровности. А вот вопрос с тротуарами более далекий. Для строительства тротуара по улице Благовещенской необходима разработка проектно-смертной документации и прохождение государственной экспертизы. Указанные работы возможно осуществить в рамках муниципальной программы развития дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы. В связи с ограниченным финансированием в текущем году средства на выполнение указанных работ не предусмотрены. Впрочем, весной 23-го добавляют в администрации. Здесь должны обследовать уличную дорожную сеть и решить. Включать ли дорожные объекты на Благовещенской улице в план ремонта. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В последнее время в Барнауле не утихают споры по поводу новой предполагаемой стоимости проезда в общественном транспорте. Министр транспорта края Антон Воронов считает, что билет должен стоить 30-32 рубля. С такой стоимостью уже можно будет говорить об обновлении автопарка. Перевозчики не согласны. Их вариант цены в районе 50 рублей за билет. А сколько за проезд готовы платить сами жители? Скажите, какую цену в общественном транспорте за проезд вы считаете нормальной? 30-ку. 30. Почему? Сдачу лучше давать. 30. Еще тех дюйма. Рублей 25-56 рублей. Можно что-то другое купить. Допустим, тетрадку, а ты просто на проезд прокатываешь. А если поднимут вообще до 50-ти, не знаю, в том же 53-м, 20-ке? Пешком ходить. Люди получают совсем гроши, а на проезд они в день столько зарабатывают, сколько проезжают. До 50-ти поднимут? Ну, люди одну, две, три остановки будут ходить пешком. 25 рублей вообще было замечательно. Четыре раза съездил туда-обратно, туда-обратно вообще просто. Я не знаю, зачем на 3 рубля повысить. Но после сразу будет до 30-ти так же удобнее считать. Прям край, наверное, на рубля 50. То есть 50 рублей еще можете себе позволить, но не выше? Ну да. А мы считаем, что 30 рублей было бы максимально приемлемо. Нападение на Мизюлинскую рощу. Пострадавшие несколько лиственниц. Им нанесли увечья варварский содрав кору. Об экологических зверствах нашей редакции рассказали активисты Мизюлинской рощи. Мария Мацаева работала на месте происшествия и готова рассказать, почему для кого-то невинное хулиганство природа переживает болезненно. Вот такие проплешины на деревьях стали находить местные жители Мизюлинской рощи. Для древесных термитов уже непогода, да и болеть сами деревья не могут. За ними следят общественники парковой зоны. Но сами раны выглядят вполне неестественно. Как будто кто-то целенаправленно причинил вред дереву. Пострадавшие несколько лиственниц. Их возраст 50-70 лет. Гордость Мизюлинской рощи, рассказывают активисты парковой зоны. Когда они заметили раны, стали присматривать за территорией. Возле деревьев стоит какая-то женщина преклонного возраста, которая увлекается у нас скандинавской ходьбой и, наверное, следит за своим здоровьем. И выбрала вот эти деревья для того, чтобы срезать кору для каких-то лечебных целей. В целебных свойствах природы никто не сомневается. Но такая медицина обходится только-только. Приведенной в порядок зеленой зоне слишком дорого, подчеркивают общественники. Мизюлинскую рощу обновили в том году. Территорию благоустроили, высадили новые саженцы и сохранили старую растительность. Неравнодушные жители поддерживают чистоту и порядок. Но часто замечают и такие нападения. Поранение там, особенно если до живых тканей эта кора срезается, ну это проникновение и болезнетворных организмов, болезней, вредителей. И просто дерево тратит ресурсы на то, чтобы залечить эту рану, залить ее смолой. Если мы к паркам и скверам подходим как к ресурсам для заготовки каких-то якобы целебных лекарственных компонентов, то так можно далеко зайти. И проблемы куда масштабнее. Активисты говорят, что местные бабушки делают отвары не только из коры, но и почек деревьев. Для таких разбойниц устанавливают таблички и планируют развесить как можно больше предупреждений. Пока их так мало, что пожилые этого просто не замечают. Это помогало тем людям остальным, которые не проходят мимо, прочитают и смотрят бабушка наклонилась возле сосенки. Ага, сломать наверное хочет. Спрашивают ее зачем? На лекарства. Ну вот ведь беда-то в чем. Весной это катастрофа. Каждую весну обламывают. Казалось бы, люди берут у природы совсем немного. Но кора дерева выполняет важную защитную функцию. Не только от насекомых и засухи, но и от заморозков. Поэтому экологи особо подчеркивают, чтобы дерево пережило зиму, ни в коем случае не стоит нарушать его защитный слой. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Желания много, а идеи сырые. Качество сценария – то, почему молодым режиссерам так сложно дойти до съемочного процесса и выйти к зрителю. Хотя востребованность и популярность регионального кино с каждым годом лишь растет. В молодежном центре кинематографистов Алтая решили поддержать юных авторов. Три дня их учили писать сценарии. Что из этого должно получиться и почему оформить идею бывает непросто, расскажут мои коллеги. Знаете ли, я устал от обычных фильмов и решил на суд экспертов представить камерную романтическую мелодраму с элементами фантастики. Громкие заявления и пока сырые идеи фильма. Режиссеры говорят, что обычно сценарии возникают у авторов после того, как они или их друзья пережили какой-то момент. Но когда того самого опыта нет, качественного сценария не получается. У экспертов большой опыт в кино, и поэтому они сразу видят, что будет непонятно зрителю. Что герой, допустим, непонятен, невыражен. Либо те детали, которые я знаю, для меня они очевидны, будут неочевидны зрителю. Отшлифовать идеи молодежи помогают профессионалы. Московский режиссер Вера Водынский подмечает, что в силу возраста многие преподносят идею фильма в виде кинокомикса. А в итоге зритель видит несуществующие отношения людей. Приходится проводить такой психологический буквально сеанс для того, чтобы в сознании человека раскопать, заставить его рассказать действительно ту историю, которую он хочет воплотить. Вот, то есть это вот самая распространенная ошибка. Ты с ума сошла! Кстати, чаще всего молодые алтайские сценаристы берут историю любви и житейские приключения. Но как это облечь в сценарий? О будущем региональных фильмов в этом году активно говорили в рамках Шукшинского кинофестиваля. Кризис, время возможностей. И в этом плане региональные киношники могут выстрелить на их стороне. Территориальная специфика, но технические моменты слабые. Выходить на индустриальную историю, чтобы снимать качественное, хорошее региональное кино, нужны отличные сценарии. И этих сценариев дефицит большой. А самое главное, дефицит умений работать с историями. Три дня мастер-класса. И теперь участники должны написать свои идеи для короткометражных фильмов. А профессионалы им помогут. Так, с короткого метра молодые авторы и будут учиться писать большой метр по-новому. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Спорческая молодежь Йошкаралы, Тюмени, Москвы и сибирских городов на этой неделе съехалась в Барнаул. Здесь проходит шестой фестиваль-конкурс «Облепиха». Его участники – чтецы, танцоры, певцы. Все любители. Историк по образованию занимается в театральной мастерской. Но каждый раз перед выходом к зрителю волнуется. Я была волонтером. Потом я участвовала в театре «Малых форм» номинации, где мы каждый год занимали призовые места. Но на пятый, наверное, юбилейный, для меня это был особенный фестиваль, потому что я первый раз вышла как чтец эстрадного монолога. Попробовать себя как чтец, танцор, певица, видеорежиссер. В Барнауле есть такая площадка – фестиваль «Облепиха». За несколько лет от межвузовского конкурса талантов он масштабировался до межрегионального. Сейчас здесь четыре номинации и более двухсот участников. Почему именно «Облепиха»? Потому что, во-первых, это такая сибирская ягода. Она встречается чаще всего в Сибири. А также, вот как выглядит ветка «Облепиха», на ней очень много ягодок. И все коллективы собираются на одной ветке искусства и сидят рядышком, и друг другу радуются. Как оцениваете профессионализм участников? Очень хорошо, учитывая то, что в основном это молодежь, школьники, очень хороший уровень. Ребята стараются вообще в современный век. Каждый может попробовать себя с телефоном, и у ребят получается. Самое главное стремление, и если они с самого малого начинают стараться и пробовать, то дальше, дальше, больше, и конкурс это показывает. Кстати, оценивают любители и артисты, режиссеры и выпускники престижных столичных вузов. Фестиваль продлится всю неделю. Посмотреть на смелых творцов могут все желающие. Вход на фестиваль бесплатный. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефоноши редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok